Друзья мои, всем привет! Я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. И в сегодняшнем видео я вам покажу обновленную версию серии удилищ Magnus Jigging от компании Sportex. Итак, друзья мои, в данном видео я покажу два спиннинга. Два спиннинга размером 2.15 с тестом до 30 лб и второе удилище до 50 лб. Данное удилище это уже не полутора частники, а двух частники. То есть они в перевозке крайне удобны. Кто помнит предыдущую серию Magnus Jigging, Magnus Boat от компании Sportex, они были полутора частные. И в перевозке не всегда были удобные. Но, кстати, предыдущие удилища мне больше нравились по дизайну. Данные спиннинги как-то более упрощены, скажем так. Что-то вроде бы добавлено, но в то же время что-то у них и отняли. Именно дизайнерские каких-то этих штучек забрали у них. И они стали как бы, ну, такими простенькими. Сразу скажу, друзья, одну из этих палочек я уже в апрельской поездке протестировал. И это удилище с тестом до 50 лб. В принципе, удилище мне понравилось. Спиннинг также имеет неплохую чуйку. Спиннинг звонкий. Спиннинг не сильно тяжелый. По строю, по строю он напоминает, ну, наверное, может быть, да, наверное, предыдущий 50 лбовый джиггинг он и напоминает, наверное. То есть особо сильно ничего не изменилось. Могу, конечно, ошибаться. Давно я магнус джиггинг предыдущей версии не держал в руке. Но строю удилища довольно-таки, скажем, жесткий. Опять же, в меру жесткий банк. Он идеально подходит для водоемов с течением. То есть для Астраханской ловли на реке Актуба, на реке Волга. Возможно, там, ну, Голгоградский район. Ну, короче, для водоемов. Там Кама какая-то, какие-то участки, скажем, реки, где есть течение. Для каких-то других рек, неважно. Я просто ловлю больше в Астраханской области, поэтому и сравниваю данный водоем. Привожу его в пример, скажем так. То есть это универсал под разноплановые задачи. То есть можно, в принципе, таскать небольшие кренки. 65-е, 70-е, 80-е, скажем, типа Бэс Свичердс от компании Z-Bets. Ну, тот же самый Гудзе, Диппер 5Х. Я не знаю, что еще можно привести в пример. Какие-то бомберы 24 лонг. Это уже не кренка, это миново. Но, короче, вот такого плана приманки из минимальных можно, в принципе, Цурюбиты, Дипкрэнк, который 65-й, который уже можно, редкая такая, скажем, птица. Тяжело найти данный воблер. Или то же самое Дипвичер 75-й, 85-й. Вот спиннинг может их запросто протаскивать. То есть он будет чувствовать их. И в то же время можно ловить уже с приманками, скажем, ну, большого размера. То есть там Халки 150-е, Агрессоры 150-е, 125-е Агрессоры, Бандиты, Бомберы 120-го размера. Какие-либо приманки 110-го размера, Юзури, Кристал Миноу, или тот же самый Танцор от Раппала. Вот такого плана приманки они под этот спиннинг идеально подходят. По сути, неплохой универсал для водоема с течением. Или можно данное удилище использовать при ловле сама, скажем так, на тот же самый Квок, или просто при бортовой ловле сама. Я думаю, что данное удилище и с этой задачей справится. Итак, друзья мои, давайте посмотрим данные спиннинги поближе. Я сравню строй, значит, 50-лбового и 30-лбового, что вам было более наглядно. И покажу, ну, какие-то вот детальки данных удилищ поближе. И поковыряем, конечно, мою любимую стену. Итак, давайте соберем, значит, удилище. Сразу бросается, значит, в глаза измененный дизайн рукоятки. Измененный дизайн рукоятки, он стал таким каким-то, ну, типа черно-камуфлировым цветом. Вот. В целом остальное все вроде бы осталось то же самое. Контрогайка, пластиковый катушка-держатель. Не помню, был, значит, ху-кипер у предыдущей версии или нет. Здесь ху-кипер стоит. Кстати, вот именно 50-лбовая версия, сейчас я посмотрю, 30-лбовая. 50-лбовая версия имеет первое кольцо, ну, довольно-таки высокое. Или назовем это среднее кольцо. Да, у 30-лбового более низкое колечко, а у 50-лбового более высокое колечко. То есть, это к чему я хотел сказать. То есть, чем выше кольцо, тем мы можем, тем удилище получается, наверное, ну, скажем, не то, что чем выше. Вот данное кольцо у 50-лбовой версии, оно, в принципе, среднее. Не сильно высокое, не сильно низкое. Ну, наверное. То есть, оно подойдет и как при ловле, грубо говоря, безнадзационной катушкой, мясорубкой простой. И также, в принципе, я лично ловил мультипликаторным, причем низкопрофильным, от компании Акума, мульт стоял Комода СС. 300-й серии, точно, 360. Ну, короче, 300-й серии. Вот. Никаких проблем я не испытывал. Хотя колечко, в принципе, такое, да, ну, под безнадзационную катушку. Вот. А 30-лбовая версия уже с низкими колечками. Мне, на самом деле, больше нравятся низкие колечки. Они, ну, во-первых, и спиннинг вроде бы как полегче, что ли, поэстетичнее смотрится. Высокие кольца, они топорщатся, торчат в разные стороны. Ну, как-то не очень так приятно. А низкие колечки, они смотрятся, ну, симпатично и в то же время облегчают сам спиннинг. То есть, планк спиннинга уже будет облегчен. Итак, давайте соберем сначала 50-лбовый. Посмотрим его строй. Спиннинг я уже таскал, поэтому от песочка я продуваю. Если песочек-то попал каким-то макаром, то лучше заход спиннинга продуть. Итак, рукоятка берем, значит, где катушка, ну, где наша катушка-держатель. И рукоятка, в принципе, у нас заходит за локоток. Вот, в принципе, еще раз скажу, что трейлинговать со спиннингом в руке удобнее, когда рукоятка немного заходит за локоток. Если она будет где-то вот здесь находиться, уже будет неудобно. То есть, спиннинг при подсечке, при каком-то рывке хищника будет выскакивать у нас. И рука будет уставать, когда мы долго, скажем там, трейлингуем со спиннингом в руке. То есть, здесь у нас упор есть. А если вот здесь она будет находиться где-то вот в этом месте, то уже упора не будет, и рука будет уставать. Итак, ручка спиннинга, в принципе, осталась прежней, ничего не поменялось, кроме дизайна, повторюсь. Остальное осталось прежней. Сходная, вполне нормальная ручка. Итак, давайте поковыряем стену. Вот, вот такой строй. Вот такие колечки. Повторюсь, данное удилище идеально подойдет под, скажем, под тяжелый троллинг. Под приманки 150-й, 125-й, 110-й. Также, в принципе, этим удилищем можно и протаскивать более мелкие приманки. Размеры, ну, наверное, 60-го, 70-го, 80-го. И под сама данное удилище, в принципе, пойдет для бортовой ловли. Первое колечко, конечно, немаленькое. Но благодаря этому спиннинг становится универсальным. И подходит под ловли без рационных катушек. Изменился дизайн. Изменился дизайн чехла. То есть, он стал уже не зеленым крокодилом, а синим. Вот, с такими надписями. Что не может не радовать. То есть, теперь не чисто зеленый чехол, а уже подписанный, промаркированный. И в углу стоящая такая палочка легко будет найдена. Чехол изменили. Это, конечно, прекрасно. Но очень странно, что производитель такого масштаба, скажем так, Германия все-таки, все-таки до конца, до ума так и не довела. Сейчас я покажу, в чем, скажем, загвоздочка небольшая. Все вроде бы классно, все вроде бы хорошо. Но, видно, краска подвела или еще что-то. И вот эти буковки, они лопаются. И, да, вот, начинают лопаться и, скажем так, отслаиваться. Ну, короче, они отдираются. Вот. Пока он новый, еще ничего. Но, когда придет время, они вот так все будут отваливаться и крошиться. К сожалению. А задумка интересная, задумка неплохая. Так, я пока убирать не буду 50-ти лбовый. Я попытаюсь его сейчас вам сравнить с 30-ти лбовым. 50-ти лбовую пока отложим в сторону. Достаем 30-ти лбовую палочку. Я еще ее не тестировал. Она абсолютно новая. Кстати, палочки имеют вот такой упор. На той палочке я его снял. Я ловлю без упора, чтобы палочку можно было поставить в стакан. С таким большим, широким упором палочка не помещается в стакан. То есть, приходится снимать. Данный упор, он, в принципе, нужен для того, чтобы выкачивать трофейную рыбу. Особенно при морской рыбалке, когда мы не используем пояс. И чтобы не было больно упираться, скажем, такой частью. Одевается упор и уже, грубо, упираемся в тело и можем безболезненно выкачивать рыбу. То есть, его с собой возить можно, но использовать, в принципе, при речной рыбалке особо он не нужен. Итак, значит, здесь уже маленькое колечко. Ну и, соответственно, бланк. Бланк потоньше у 30-лбового и он полегче. Итак, друзья мои. Данное строеудилище уже более мягкий. То есть, он уже подойдет, наверное, и для водоемов без течения под определенные задачи, скажем, под тяжелые приманки. Те же самые 125-е, 150-е, какие-то крэнки. Такие пузатые. 80-е, 60-е. Ну и для любителей не сильно жестких палок, я думаю, что данный бланк, данный спиннинг подойдет и под Астраханскую область. Я, в принципе, его бы не использовал. То есть, мне, ну как бы, мне под Астраханскую область он не зайдет. Уж чересчур он, скажем так, гибкий. Хотя, для любителей Авачи, может быть, кстати, Авачи, наверное, где-то так изгинается. Многие меня спрашивают, с какой ты нагрузкой нажимаешь, чтобы как проверить. Друзья мои, я нажимаю, вот как бы все, вот он, вот он нажимается, и вот здесь мне уже тяжело нажимать. Все, здесь, по сути, вот его точка подсечки, наверное. Точка, как бы вот, уже невозврата. Все, вот дальше уже я его могу согнуть сильнее, но это уже, вот, все. Вот он сгинается легко, это 50-лбовый. И дальше уже, все, точка уже идет в подсечки, точка невозврата. Все, дальше он уже будет прямо упруга. Это 30-лбовый. Вот я легко его давлю, и вот он досюда где-то доходит. Дальше уже, вот все, дальше уже, все. То есть, вот гибкость его настолько. Не могу объяснить. Мне предлагали вешать на кончик удилища грузики. Ну, слушайте, я не знаю, как с этими грузиками. Вы тоже в магазин же не будете с грузиками ходить? С сумкой грузил. Нагрузка довольно-таки, ну, все объясняют. Вот я нажимаю, нажимаю, он гнется, 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 все. Вот он упирается, все. Дальше дури я свою не принимаю. То есть, до упора до такого. Все, вот он стоит. Дальше, конечно, тоже могу гнуть, но это уже, как говорится, ни к чему. Вот он гнется, 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 гнется. Ну, вот все, вот так. 50-лбовый. Это вот как раз моя тема под Астраханскую область. Давайте, друзья мои, я сравню. Многие, наверное, оценят это сравнение. Сравню с овачьей. Это волжанка овача. И вот я жму, 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 ну, и вот он предел. Не предел, конечно, можно дальше жать. Ну, вот, вот ее изгиб. По сути, это идентичные палки с 30-лбовым Magnus Jigging. С 30-лбовым. Вот, для любителей овачи. Кстати, такое ощущение, что у нее чуйка даже. У 30-лбового. Чуйка, может быть, даже получше, чем у 50-лбового. Вот, значит, для любителей овачи, для любителей овачи, 30-лбового Jigging. По сути, аналогичен с 300-граммовой 2,10-2,10 размером овачи. 2,40 будет мягче. Друзья, как по мне, так вот, для Актубы все-таки овачи, ну, она подходит, но она такая, как бы, все равно мягковатая. То есть, она под определенные задачи подходит, но, скажем, уже под агрессоры, под халки все-таки она будет сильно нагружаться. Хотя, ей, я и я ловил, где-то в видео у меня есть, и люди ловят довольны. Ну, мне нравится чуть пожестче, вот, чуть пожестче палки. Так вот, если овача, она прям такая тяжеленькая, в граммах я не буду там взвешивать ее, то Sportax Magnus Jigging до 30-лб, это прям, ну, по сути, пушинка. Рука прям сразу отдыхает. То есть, берем овачу, прям вот дубинка такая, да, и берем тут же, короче, Magnus Jigging до 30-лб, и рука прям отдыхает. Вот, строй, по сути, я говорю, одинаковый, идентичный. Вот, может быть, может быть, может быть, у Magnus Jigging чуть-чуть он даже пожестче, то есть, чуть-чуть по-фастовий, назовем это даже, наверное, не пожестче, по-фастовий. То есть, сейчас я пытаюсь продемонстрировать, именно, как бы, так вот, слово такое волшебное Кузьми придумал на плотрях, страшное, ужасное, вот, и, короче, вам показать. Это овача. Это Sportax 30-лбовый Magnus Jigging. Итак, друзья мои, подведя итоги, можно сказать такую вещь, что, допустим, 50-лбовый Magnus Jigging, он под более тяжелые такие задачи и отлично подойдет под ловлю, отлично подойдет под ловлю, наверное, еще и сама. Вот, возможно, может быть, возможно, может быть, даже под сазана трофейного, нормального, не килограммового, там, полутора килограммового, а нормального, скажем, астраханского сазана, который достигает и 15, и 20 килограмм, то есть, 8-10 килограмм, в принципе, если знать места и уметь ловить, то можно ловить таких особей в Астраханской и Волгоградской области. То есть, друзья мои, такой универсал, универсал для Астраханской области под, скажем, три задачи. Ловля сама, сазана, с лодки, ну, бортовая ловля и троллинг. Вот, если захотели потроллинговать, пожалуйста, ставим нормальные, нормального размера приманки, скажем, того же самого бандоса, халкообразные приманки, агрессоры, бомберы какие-то, кренки, и начинаем ловить. Друзья мои, А30-лбовый вариант Магнус Джиггинга, это уже, наверное, универсал, назовем это так, сазан троллинг. То есть, вы будете неплохо троллинговать в Астраханской, скажем, Волгоградской области или на каких-то других реках. Он подойдет и под водоемы без течения. И в то же время вы сможете ловить сазана. То есть, приобретая одно универсал, вы можете закрывать две задачи. Ловля сазана и троллингом. Причем, при ловле сазана данный спиннинг сдюжит, я думаю, что и 10-15 килограммовых особей. И в то же время он будет неплохо, значит, отрабатывать и по килошникам. То есть, вязать он будет и ту, и ту рыбу. То есть, килошников он тоже будет вязать прекрасно. Будет, да, вполне он будет с этими задачами справляться. То есть, это не сильно жесткая палка. И как такая бортовая донка тоже вполне сойдет. Вот, конечно, бортовые донки за такие деньги специально не стоит покупать. Хотя, повторюсь, многие скажут, да, вот за такие деньги я еще и буду донку покупать. Я лучше буду ловить там на крокодил или там, не знаю, на какие-то там дешманские неизвестные бренды, неизвестные палочки китайские, корейские. Там, я не знаю, там, за полторы, за две тысячи, ну, максимум за пять тысяч рублей. Да, друзья мои, возможно. Авача, повторюсь, тоже неплохой вариант из бюджетной серии. Стоит она, по-моему, в районе пяти тысяч рублей. Вот. Но у нее есть свои недостатки. То есть, данное удилище, ну, скажем так, тяжеловато. Во-вторых, при трофейной рыбе у нее начинает вот здесь резать, значит, плетенка при изгибе удилища, начинает резать, значит, рукоятку спиннинга. Соответственно, если у нас рука здесь лежит, когда мы его выкачиваем, да, плетенка попадает на руку. Это крайне неприятно, поверьте мне. То есть, я в свое время разработчикам предлагал, видите, какая расстановка колец, катушка-держатель где, и где кольцо. То есть, кольцо надо было ставить вот здесь, первое. То есть, вот, смотрите, разницу. Так, как вам показать-то? Вот, катушка-держатель на одном уровне. Вот кольцо наверху у Спортекса, а первое кольцо у Авачи вот оно где. Вот оно. Понимаете разницу? То есть, по сути, Авачи надо добавлять сюда кольцо. Я в свое время говорил компании Волжанка об этом, но они как-то это мимо ушей пропустили, к сожалению. А я бы, на самом деле, прислушался бы и доделал, демодернизировал бы спиннинг, и он был бы уже, ну, скажем, в разы лучше. Дорогие палки, они не просто так дорогие. Я сейчас не топлю за бренд Спортекс, не хочу унизить Волжанку с Авачей. Я просто хочу сказать то, наверное, донести до людей, что есть всему цена. Есть себестоимость вещи, и есть, соответственно, материалы, с которого сделаны, ну, определенные вещи, снасти там и тому подобное. Катушка за, как говорится, рубль 50 или спиннинг за рубль 20, он не может быть хорошим изначально, потому что, если вы его в розницу покупаете, ну, скажем, да, за тысячу, за полторы тысячи, за две тысячи, так вот представьте, сколько он будет стоить именно его себестоимость. Сколько стоит его себестоимость. Я прекрасно понимаю, что бывают еще бренды, которые накручивают. То есть, есть именитые бренды, я не буду их озвучивать, у которых накрутка там безумная, сумасшедшая. Ну, люди берут за бренд. То есть, там, по сути, наценка, ну, порой даже доходит, ну, и до 100%, но очень-очень-очень она большая. Но среди этого всего, среди этого всего, дорогого и дешевого, наверное, можно найти какой-то средний такой уровень, который будет стоить вроде бы как своих денег, и в то же время сделан из хороших материалов. А хорошие материалы, качественный материал нам дает несколько преимуществ. Первое – это надежность. Второе – это, соответственно, звонкость. То есть, при определенных задачах нам нужна звонкость. При джиге, при ловле на джиг, при ловле даже там на какие-то колебалки, вертушки, неважно, спиннинг должен быть чувствительный, чтобы мы контролировали свои приманки. Касание, допустим, даже при ловле сама нам все равно дубина не подойдет. Мягкий спиннинг тоже, потому что мы не сможем вываживать. Нам нужен нормальный, качественный спиннинг из высокомодульного карбона, из хороших материалов, который справится с нагрузками, с хорошими, экстремальными, и в то же время будет чувствительным, будет звонким и легким желательно. Качественные удилища, они не могут стоить рубль 20. Я вот к этому веду. Ловить можно на все, что угодно. Повторюсь, не топлю за Спортекс. Я уже Спортексом, я не знаю, уже как бы не то, что не ловил, давно не ловил. Я периодически, они у меня имеются. Что-то я, грубо говоря, продал из своей коллекции, что-то я оставил, что-то у меня было даже в двойном экземпляре. Я брал как бы там под напарника, под свои задачи, под, скажем, под гид-услуги. Вот. Что-то я себе оставил. И по-любому буду продолжать ловить, скажем, и не. То есть у меня в коллекции, на самом деле, ну, очень много и палок, и катушек. И, повторюсь, я не топлю за одного производителя. То есть мне нравятся вот там разноплановые производители, но Спортекс, Магнус Джиггинг, Магнус Бот, это замечательные палочки, которые вас не подведут, скажем так. Спиннинги, повторюсь, двухчастные. В перевозке они вполне удобные. Стандартный размер для перевозки. Все, друзья мои. Данное видео затягивать я не буду. И так уже, наверное, много чего лишнего, как говорится, наговорил. И итоги подвел. И рассказал плюсы и минусы дешевых и дорогих палок. Все. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Половите больше. Отпускайте чаще.